Девушки отдыхают Надеюсь, что все граждане страны на Семейном Совете Трудовых Коллективов обсудят эту программу. Она получила поддержку и Орловского экономического форума, и Большого Совета Трудовых Коллективов, который мы проводили у Павла Николаевича Грудинина, и форума народов нашей страны. Этот форум состоялся в конце мая в УФЕМ. Кроме этого, отраслевые программы были подготовлены по здравоохранению, мы ее представили, по поддержке и развитию молодежи и образованию. Что касается образования, под эту программу готов закон образования для всех, который внесен в Государственную Думу. Сегодня мы представляем свою программу по продовольственной безопасности. Хочу особо подчеркнуть, что любая страна, любая власть, прежде всего, решает три задачи. Это обеспечение продовольствием и все, что необходимо с точки зрения личной безопасности. От жилища, одежды до охраны общественного порядка и государственных границ. Мы эту программу готовили вместе с специалистами, с нашими руководителями народных предприятий. На следующей неделе в Морел состоится большой совет в нашем коллективе, называется «Объединение Звениховское», которое стало, по сути, чемпионом по производству качественного продовольствия в Европе. Свою продукцию мы выставляли на Вафранкфурте, на всемирной выставке, ярмарке. Там были представлены все континенты и все страны. Мы представили 33 вида мясных изделий, 25 получили золото, 6 серебро и 2 бронзу. Там мы покажем, как должны работать такого рода предприятия, где полный замкнутый цикл от производства кормов до своей торговой сети и всего остального. Сейчас Владимир Иванович представит основные идеи нашей программы. Пожалуйста, Владимир Иванович, академик, сам много лет занимался агропромышленным комплексом, возглавляет ведущий комитет у нас в Государственной Думе. Проведена целая серия крупных слушаний по этим проблемам. Затем наши товарищи подтвердят своим опытом, который тоже имеет удивительный характер. Он является нашим общим достоянием. Такого рода коллективы, несмотря на кризис и трудности, за последние 8 лет, по сути дела, удвоили объем своего производства. Пожалуйста, Владимир Иванович. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые товарищи, ни для кого не секрет, что сегодня миллиарды людей испытывают нужду в достатке пищи. И поэтому ООН, озабоченная этой проблемой, в последний период времени пришла к необходимости принятия решения по неистощительному рациональному использованию земельных ресурсов, водных ресурсов, лесных. И на это обращается очень серьезное внимание в целом в мире. Я должен сказать, что Россия не является в этом плане исключением. И мы все больше и больше на всех уровнях власти, до самого рядового крестьянина, говорим о продовольственной безопасности, как о системе, которая во многом влияет на национальную безопасность страны. Реальность, которая сложилась сегодня за последние 25 лет, такова, что мы можем сделать вывод, что в идеологическом плане Компартии добилась сегодня своего, добилась победа. Сегодня лозунг, что сельское хозяйство черная дыра и за границей нас накормят, уже не говорит никто. Самые явные, отъявленные либералы уже в этом плане не являются идеологическими нашими противниками. На последнем заседании правительственной комиссии под руководством премьера еще раз было заявлено уже из уст премьера, что сельскохозяйственная территория является сегодня привлекательной для инвестиций, и этот лозунг ушел в прошлое. Но одно дело, когда мы говорим правильные слова, когда мы намечаем программные, правильные вещи, как вектор развития сельского хозяйства, а второе – реальные наши дела. А реальные дела такие, что мы сегодня по всем абсолютно показателям производства основных сельскохозяйственных продуктов, питания, ушли далеко вниз к 90-му году. Приведу несколько цифр. 30 миллионов тонн молока по статистике, из них половина производится в личных подсобных хозяйствах, а мы знаем, что у нас произошло в деревне. Но это к 57 миллионам, которые производили в 90-м году. Это к тому потреблению 390 литров молока, которые мы имели с вами как лучший показатель в мире. Падение произошло сегодня в два практически раза. Мясо говядины. Мы производили 4,3 миллиона тонн, сегодня 1,6. Повырезали крупнорогатый скот, и этот процесс сегодня идет и дальше. Если взять производство овощей, плодовых культур, то мы увидим, что 85% производят снова в личном подсобном хозяйстве. А товарное производство на этом направлении разрушено. Не случайно 1,3 миллиона тонн мы завозим сегодня семечковых, плодовых в целом на наши рынки. Если взять вопросы поддержки сельского хозяйства, 1-1,5% идет в целом на протяжении 25 лет от расходной части федерального бюджета к тем минимумам 15, которые давал в советский период времени, и к той огромной поддержке, которую дает Европа на уровень 330 евро, и наши 35-40 долларов. Вот мы в ВТО, вот конкурентоспособная среда. Взять налоговую систему, мы там тоже не увидим преференции в отношении сельского хозяйства. Вот первый тезис к решению продовольственной программы, нашей программы, которую мы будем обсуждать, как сказал председатель в Звениховском, лучшем нашем хозяйстве, это как раз решение, связанное с финансовыми проблемами и налоговыми преференциями. 10% расходной части бюджета – это тот минимум, который должен идти сегодня на решение проблем села. А социальную инфраструктуру, кончая производством. Не 1,5%, не 215 миллиардов, которые сегодня дают, а начинать надо хотя бы с триллиона. Как это было решено у нас с вами при решении проблем оборонной безопасности. Там проблема за 3-4 года сдвинулась в хорошую, положительную динамику. Налоговые преференции. Ну, допустим, мы предлагаем в 2 раза сократить сегодня для наших садоводов и виноградеров, приравнять их на уровень сельского хозяйства, а не по-прежнему НДС платит на уровень 18%. Конечно, надо реструктурировать долги. Мы сегодня имеем практически столько долгов в закредитованном состоянии наше село, что не можем развивать самую серьезную систему модернизации, обновления нашего производства. Взять энерговооруженность. Здесь тоже проблем много. Мы в десятки раз отстали по нагрузке на трактор, на комбайн от Европы. Франция, Германия в десятки раз. Поэтому те сегодня нагрузки, которые приходятся на наш трактор, на комбайн, те процессы, которые подошли в разрушение вопроса, связанные с нашим сельхозмашиностроением, они нетерпимы в дальнейшем. Те 4 тысячи комбайнов, которые мы получаем в год, и 7 тысяч тракторов, привели к тому, что из миллион 300, которые работали тракторов на наших полях в 90-м году, у нас работает сегодня всего 250 тысяч, и 4 с 10 тысяч комбайнов работает всего около 70 тысяч. Около 70 всего тысяч. То есть вот эти резкие системные ограничения, связанные в энерговооруженности, они тормозят сегодня развитие села. 41 миллион гектар выбота, выведено из сего оборота. Пашни, 92 миллиона сенокосово-пазвищ. И говорить, что мы на правильном пути, сегодня очень трудно. Надо вводить отдельной программой все, что связано сегодня с брошенными землями. Миллиорация. Все опять-таки здесь проросло, в общем-то, одной имитацией. 600 гектаров мы должны тысяч ввести в строй миллиарерных землей до 2020 года. У нас было с вами 13 миллионов вращаемых, осушенных, осталось полтора миллиона. США в это время стали 20 миллионов гектаров, а мы полтора. И если по 600 гектар за пяти лет, когда Китай в год полтора-два миллиона вводит с Индии, то как мы окажемся с вами, в связи с изменением климата, не в лучшую сторону в этом плане, вооруженными с гарантированным получением урожая? Сложно. Вопросы плодородия. Здесь вообще беда. У нас сотни миллионов гектар сегодня деградируют, включая черноземы. Мы вносим всего 2 миллиона тонн минеральных удобрений, из 10, которые вносили в России. Из 400 миллионов тонн органики и торфа минеральных компостов мы вносим всего сегодня около 50 миллионов тонн. И за что бы ни взялись, особенно за рискование, епсование, у нас идет закисление почвы, заболачивание, у нас деградируют даже черноземы. Здесь ситуацию надо резко менять. Предложение правительства добавить 1 миллион тонн минеральных удобрений абсолютно не решает ситуацию. Поэтому наш закон о сохранении плодородия почвы, государственная программа о плодородии почвы, важнейший элемент в тех 10 шагах, которые предлагает КПРФ. Кадры. Мы всего готовим около 30 тысяч. Это в несколько раз специалистов на селе. Это в несколько раз меньше, чем в 90-м году. У нас 4 тысячи было только профессионально-технических училищ, сейчас осталось 1 тысяча. То есть кадровый голод сегодня на селе одуренный. 2,5 миллиона работало механизаторов и операторов машин на водоение. 1,2 миллиона специалистов с высшим и средним образованием. Сегодня ситуация в этом плане катастрофическая. Наука сельскохозяйственная, она как и большая наука сегодня, переживает огромные трудности. Идет сокращение сотрудников, научных идет сокращение институтов, объединения. Мы предлагаем финансирование минимума, сегодня увеличить науки в 3 раза, завершить вопросы вот этой так называемой оптимизации, а на самом деле разрушения и так далее. Мы сегодня выделили на основании предложений по плодородию, энерговооруженности, кадровой, научного обеспечения, системы доступа на рынок. Не хочу цифры конкретные называть, они у нас все в программе изложены. Сколько было у нас миллионов рынков, сколько осталось, какая доступность сегодня на территории. Мы предложили конкретно, какие цифры должны быть при решении продовольственной безопасности. Решая эти вопросы, мы выходим на 120 миллионов тонн зерна, мы выходим на 4,2 миллиона тонн производства говядины, мы выходим на 40 миллионов, на 45 миллионов тонн молока, мы выходим на 8,5 миллионов мяса быстрого, решаем вопросы 40 миллионов картофеля, причем увеличим товарность везде на этом направлении, добавляем 1,3 миллиона плодов и фруктов, и мы предложили пакет тех законов первоочередных, которые мы решаем, начиная с закона для будущих поколений о плодородии, почве, энерговооруженности, соответствующим программам социального развития села, соответствующим программам наши наработки в земельно-лесной кодексе с поддержкой крупного товарного производства, защищенного грунта, то есть все базовые законы, включая главный закон о торговле и бюджете. В торговле наш закон предусматривает 50% розницы, труд отечественного товаропроизводителя оценивается, что касается бюджета, наш закон предусматривает 10% выделение расходной части бюджета на село. Вот это наша программа, которую мы будем обсуждать на Всероссийском Совете, получим замечания от наших директоров, специалистов, но я убежден, она будет поддержана, и она является той основой, которая может безусловно повлиять на быстрое решение, во всяком случае в течение 10 лет самых сложных вопросов и восстановить потерянное, разрушенное и вывести наше сельское хозяйство на самый высокий конкурентный уровень. Все у нас для этого есть сегодня. Спасибо, Владимир Иванович, довольно емко, обстоятельно, хотя и много цифр, но сельское хозяйство и конкретная работа требуют такого подхода. Сейчас Павел Николаевич Грудинин, директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина, рядом с Москвой, подскажет и расскажет. Его предприятие во многом уже реализует такого рода программу и стало в Центре России лучшим. Пожалуйста, Павел Николаевич. Мы же работаем для людей. И вы понимаете, что для нас сбыт, а именно спрос, очень важен. Мы вот в прошлом году с Владимир Ивановичем обсуждали эту проблему, и мы произвели много картошки, но в результате помните, что произошло? Цена на картофель упала до 4 рублей в оптовом звене, и все получили убыток. Государство должно обеспечить доходность сельского хозяйства двумя путями. Либо оно должно, как это записано в программе КПРФ, увеличить материальное благосостояние граждан, которые могли бы купить качественную натуральную продукцию, либо дать продовольственные талоны, которых так много говорят, но опять недавно совершенно представитель правительства сказал, что, вы знаете, мы отложим введение этих продовольственных талонов на 2017 год. А это приведет к тому, что сколько бы мы ни произвели, покупать будет некому, потому что люди уже стали смотреть на ценник и покупать самое дешевое. А что такое самое дешевое? Вы же знаете, что происходит в молочной отрасли. Сколько молока ни произведи, больше цены не будет, потому что привезут пальмовое масло. И за последние два года мы практически в полтора раза увеличили ввоз пальмового масла в страну. Это кто сделал? И это пальмовое масло в виде молочных продуктов попало на наши прилавки. И главная задача государства – это повышение материального благосостояния населения, которое должно позволить себе купить качественные натуральные продукты, которые мы производим. Это и записано в этой программе. А оттуда пойдет все остальное, потому что если люди начнут получать достойную заработную плату, достойные пенсии, они смогут покупать наши отечественные продукты, причем мы производим их натуральными. Вторая задача государства – это уменьшить себестоимость производителя, что произошло за последний год. Нам говорили производители, давайте больше, значит, мы больше должны потратить, например, солярки. Только введение акциза привело к тому, что из сельского хозяйства изъяли 7 миллиардов рублей. Эта сумма равна сумме, которую все государство отправляет на социальную защиту, на социальное развитие села. Есть такая специальная программа «Развитие села». Там записано 7 миллиардов на год, и 7 миллиардов изъяли из другого кармана. Все эти платоны, значит, ветеринарные требования, все это привело к тому, что себестоимость продукции увеличивается, а продажная цена, поскольку у людей нет денег, не растет. В результате получилась так называемая вилка, в которой мы находимся в очень тяжелом состоянии. Нам говорят, модернизируйте производство. Но все системы, которые государство применяет, о которых так много рассказывало и гордилось, «Росагролизинг», «Россельхозбанк» – это системы, которые, по сути, поддерживают банки, различные структуры, но никак не селянины. Малый и средний фермер вообще не может получить эти нормы поддержки. И государство продолжает впихивать деньги в «Россельхозбанки», в различные структуры, вот такие, как ОЗК. Причем государство все время обманывает, вы же видите. Только что говорили о том, что должны начаться молочные интервенции. Ну, сезон большого молока прошел, а молочных интервенций как не было и нет. В бюджете было заложено 4 миллиарда на молочные интервенции, и ни копейки денег сельское хозяйство не получило. У нас все время рассказывают о хороших намерениях, но вот еще один пример. Если построить все эти теплицы, о которых сказали, например, субъекты федерации, заложили 369 гектар, то нужно было бы 9 миллиардов рублей из бюджета. А заложено только 3. Это заранее говорит о том, что каждый второй из тех, кто вложил деньги, из трех-двое, не получит эти деньги в виде компенсации. Зачем же государство обманывает крестьян? Говорит с одной стороны, давайте работайте, а с другой потом говорит, ну денег нет. Как? Держитесь, денег нет. Поэтому нам бы хотелось, чтобы вот эта программа, которую сейчас Геннадий Андреевич и Владимир Иванович расширил это все, привелась из бумаги и стала делом. Потому что рассказывать о великих свершениях в сельском хозяйстве нельзя, потому что мы пока не достигли уровня, Владимир Иванович сейчас цифры назвал им, 91-го года. 25 лет назад мы производили больше сихоспродукции, чем сейчас. А отдельный, конечно, я думаю, что глава Латашинского района вам скажет, вообще что такое жить на селе. Когда в государстве на село, где живет больше 25%, 40 миллионов человек живет, направляется только 8% бюджета, это вообще немыслимо. Понимаете, как? Если взять бюджетное финансирование, бюджетная обеспеченность селей в городе, вы поймите, какая разница. Вы же тут только что входили, видели плитку, да? Так вот Москва ни копейки денег из своего огромного бюджета на сельское хозяйство не направляет вообще. У них даже программы нет развития села, хотя есть сельские территории. И если вы обнаружите, что все дефицитные бюджеты пытаются как-то по вам сельскому хозяйству, а есть бюджет России, который все время ждет, когда из субъектов деньги пойдут, или бюджет Москвы, который вообще денег не направляет, то нужно вообще менять бюджетную политику по отношению к сельским территориям. Спасибо. Спасибо, Ариф и Николай Васильевич, пожалуйста. У нас долгое время действует принцип, заложенный еще в 90-х годах, что в экономику государство вмешиваться не должно, а рынок сам найдет все выходы из положения. Ну вот рынок за 25 лет практически уничтожил все сельское хозяйство при молчальем согласии нашего государства. Сегодня в денежном выражении мы половину продовольствия закупаем за границей. Сегодня личные подворья граждан половина продовольствия, даже больше половины продовольствия производят на селе. А вот крупные хозяйства, они в основном занимаются зерном, но вот там крупные хозяйства работают. А в остальных сегментах сельского хозяйства в основном полный упадок. Почему это произошло? Потому что мы поверили в то, вернее наше правительство поверило в то, что не надо субсидировать сельское хозяйство. И никто этого не делает. Оказывается, в Евросоюзе на каждый гектар дается 250 евро в год. Оказывается, Япония дает 67 миллиардов долларов ежегодно сельскому хозяйству. Китай почти 150 миллиардов долларов, а Россия дает всего около 5 миллиардов, хотя ВТО разрешило давать 9 миллиардов. Вот мы, коммунисты, все время ставим вопрос, чтобы 10% расходной части бюджета шло на сельское хозяйство. Но ведь не слушают, не дают. А как же делать импортозамещение, если в хозяйстве денег нет? Вот смотрите, крестьянина задушили. Акцизы, налоги, сборы, это все ложится на себестоимость продукции. Посредники, которые дают за продукцию цену ниже себестоимости. Как же концы с концами сводить? Лизинговые компании дают огромные цены за аренду техники. Аренда земли выросла за последнее время в 2-3 раза в некоторых регионах. Все это оплачивается трудом наших сельских тружеников. Как уйти из этого положения? Потому что сегодня ни фермерские хозяйства, ни даже крупные хозяйства не способны купить трактор, купить комбайн, взять в лизинг, потому что цены огромные и нет баланса прибыли с диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. В результате мы тракторов выпускаем, допустим, 6 тысяч в год не потому, что у нас промышленность плохая, а потому что заказов нет, потому что нет денег в сельском хозяйстве. Значит, надо решать этот вопрос. Вот наше предложение, вообще сельское хозяйство в силу сегодняшней политики импортозамещения надо освободить от налогов и увеличить государственные дотации до уровня 10% расходной части бюджета в год. Вот тогда сельское хозяйство пойдет, тогда и техника пойдет. Вот я взял разницу между производством техники в Канаде и у нас. В Канаде производство тракторов обходится на 30 миллионов долларов меньше, чем у нас, за счет того, что у нас высокие тарифы, высокие тарифы на перевозки, высокие цены и высокие налоги. Вот если все это привести в порядок хотя бы на уровень западных стран, сельское хозяйство будет развиваться. И вот это мы изложили в нашей программе. Таранин Виктор Иванович, директор сельхозпредприятия «Дашковская». В последнее время очень много мы слышим из телевидения, печати о том, что сельскому хозяйству уделяется большое внимание и сельское хозяйство успешно развивается. На самом деле мы этого не ощущаем. Если говорить о поддержке, то она за последние два года, если сравнить 2014-2016 год, по допустим дотации по производству молока, они уменьшились на 31%. То же самое можно говорить и об овощеводстве. Вместе с тем я вижу другие еще причины, которые сильно мешают развитию сельского хозяйства. Первое, что я отношу, это отсутствие у производителя плановых заданий по объему производства, допустим, картофеля и овощей. Мы работаем наугад. Нам говорят, что рынок должен сам все отрегулировать. К сожалению, он не регулирует. И вот здесь уже коллега Павел Николаевич говорил, что мы работаем практически наугад. Угадаем, значит, повезет. Не угадаем, будем банкротами, как случилось в том году, по картофелю. Те, кто занимались картофелем, они понесли огромные убытки и не получили от государства ни копейки возмещения. Вторая причина – это отношения с торговыми сетями. Если мы посмотрим договор с торговыми сетями, то он где-то более 60 страниц, и там одни обязанности только производителя и никаких обязательств со стороны торговых сетей. Мы сегодня перед торговыми сетями практически безмолвны. Они могут продукцию вернуть, значит, написать не соответствует качеству. Хотя, когда смотришь, то это не совсем так. Причем, когда принимают они товар, они представителей туда не допускают. Делают все это сами. И захотели, приняли, захотели, сказали, нет, наша продукция не нужна. Это бывает в том случае, когда у них бывает, допустим, переизбыток, а договор как бы надо исполнять. Они формально как бы исполняют, но говорят, ну а вот качество не соответствует. И если раньше можно было обратиться в независимую инспекцию, сегодня она отсутствует. Поэтому вот это, я считаю, является очень таким сдерживающим фактором, когда мы не знаем, сколько произвести, по каким ценам произвести, и какой сбыт будет этой продукции является сильным сдерживающим фактором. И последнее я бы хотел обратить внимание на то, что вот у нас, допустим, в хозяйстве 60 тракторов, и только где-то 6 тракторов у нас отечественных. ДТ-75 это которые используются на поливы. Остальная вся сельхозтехника и трактора все импортные. А вы знаете, что если бы это была отечественная техника, то нам этот доллар, евро был бы, как говорится, не так бил бы по нам. А он сегодня очень сильно влияет на себестоимость продукции. Вот те факторы, которые я перечислил, они не требуют материальных затрат, они требуют просто политической воли, и эти вопросы необходимо решать. Спасибо. Спасибо. Хочу напомнить, что сети в основном контролируют на 90% иностранные фирмы и руководители. Поэтому они с удовольствием берут морковку голландскую за 80 рублей, а они берут у Грудинина за 20 рублей. Просто надо понимать, что мы здесь попали в капкан, и вместо рынка получилась стопроцентная монополия тех, кто не желает, чтобы у нас развивалось свое сельское хозяйство. Тот закон, который мы подготовили, на этот счет регулирует эти отношения и позволяет нашему товаропроизводителю выходить на все рынки. Пожалуйста, Екатерина Леонидовна Долгасова, глава Латашинского района Московской области. На сегодняшний день действительно убеждена в том, что развитие села – это самая главная задача для государства, ведь это наша продовольственная безопасность. Самая важная сегодня тема, которая стоит на повестке дня. Я глава небольшого, маленького муниципального района, аграрного, сельскохозяйственного, но небольшой он по численности, а по территории – это порядка 100 тысяч гектар сельхозземель. Тут тех земель, которые могут получать продукцию и обеспечивать продовольствием нашу страну. Мы перед собой ставим самую главную цель – это социальная. Если обратим внимание на школы, вот мы уже давно с Владимиром Ивановичем бьемся над проблемой сохранить школы и возродить агрошколы. Это очень важно, потому что если мы после школы оставим специалистов и оставим школьников наших уже с сельхозобразованием, они останутся на сельхозпроизводствах. Конечно, необходимо этих специалистов закреплять, чтобы они не уезжали в большие города. То же самое нужно обеспечивать медицинскими услугами. Это должны быть фельдшерско-акушерские пункты, как раньше, иначе мы с вами просто потеряем село, а медицинские услуги, они просто необходимы на селе. А если обратимся сейчас на бесхозные дороги, ведь это тоже большая проблема, которая стоит у нас на селе. Для того, чтобы оформить бесхозную дорогу, это необходимо большое, колоссальное количество средств. А газификация села. Почему сегодня на селе мы ставим вопрос, в деревнях должно быть прописано 100 человек. А если у меня в деревне будет 98, что ж, не должно получиться у нас газификация на селе? Но это неправильно. Но хочу остановиться еще на том, что раз уже говорим о сельском хозяйстве, Латашинский район действительно является сельскохозяйственным. И сегодня в этой отрасли у нас уже есть успехи, в нашем районе. И впервые за несколько десятков лет мы возродили льноводство. Мы уже посеяли лен. Но, конечно, проблема, знаете, в чем получилось у нас? То, что мы семена не смогли в России найти. Но в планах на следующий год мы уже будем возрождать и льнозавод. И это наше большое достижение. Это же рабочие места, которые мы предоставим для населения. Это налоги. Но опять проблема с собственниками. Как собака на сене сидят. Землю взяли, земля не работает. Земля в капиталах, в банках. А мы муниципальные землю вводить не можем. Почему не можем вводить? Да потому что они лесом уже заросли. С 80-х годов не сеются 35 лет. Конечно, там березы стоят уже 35-летние. И сейчас дилемма стоит. Уже двоякое мнение. То ли это сельхоз земли, где уже сельхозники борются, как сельхоз поля. То ли это земли лесников. Поэтому я думаю, что нужно на это на все обращать внимание. И, конечно же, невозможно не затронуть проблему ЖКХ на селе. Сети ветхие. На 80%. Протяженность большая. Потери тепла огромные. Но в Латашинском районе у нас еще большая проблема была. У нас имущества не было. У нас весь комплекс ЖКХ был украден бывшим главой. Но сегодня мы вернули. Мы вернули все котельные. Вернули все водозаборные узлы. Это порядка тысячи объектов. Это наша настоящая победа. Но нужно не только имущество возвращать. Нужно возвращать сельхозы, районы и федеральные службы. Нужно сохранять и налоговые, и судебных приставов. Нельзя эти службы выводить с села. Это недопустимо на сегодняшний день. Как Владимир Иванович сказал уже, что техниками, ПТУ, необходимо сохранять. Но я уже остановила, что в Латашинском районе у нас есть замечательный проект. Агрошкола. И этот проект позволяет, еще раз повторюсь нашим школьникам, бесплатно мы на сегодняшний день, бесплатно получаем специальность наши школьники механизатора, бесплатно получают права на управление трактором и права на управление грузовым автомобилем. И мы добиваемся данную школу развивать. Ну и заканчивая, я хочу сказать, что я заканчивала Тимирязевскую академию по специальности агрономия. И со всей ответственностью заявляю, без села Россия умрет или станет голодной. Вы извините, что на таких эмоциях, но наболело. И это самое главное. Сейчас правильные вопросы подняты. И нужно поддерживать такие маленькие районы, как наш, потому что наш район. Мы стараемся, мы развиваем, но соседей нужно тоже поддержать. И в России уже, сохранив село, мы сохраним все наше государство, сохраним нашу Российскую Федерацию. Спасибо. Коломейцев Николай Васильевич был одним из самых молодых и успешных руководителей на гендарном Россельмаша. Великолепно знает это направление. А Россельмаш трактор, который в свое время сделал первый в мире самоходный комбайн, который в Брюсселе на всемирной выставке получил золотую медаль. Пожалуйста, Николай Васильевич. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Но здесь следует отметить также то, что сельское хозяйство, по-хорошему, это есть локомотив любой страны. Почему? Потому что одно рабочее место в селе дает 12 рабочих мест еще в семи отраслях народного хозяйства. Если начинаете пахать только землю, должны вы иметь плуг, борону, диски, трактор. А все это машиностроение вы должны добывать руду, должны иметь транспорт соответствующий, перевозить сельхозпродукцию. Нужен автомобильный транспорт, нужны сушки. И я вам могу перечислять бесконечно. В 1991 году, в принципе, Советский Союз и Россия имели паритетное и конкурентное состояние с Джон Диром и США по уровню производства и по качеству производимых май техники. У нас было, мы производили для растеневодства 1540 наименований машин и для животноводства еще 640. На сегодня, для справки, всего 540 мы производим для растеневодства и всего 60 для животноводства. То есть мы фактически 90% техники для животноводства вынуждены завозить извне. А что такое извне? У Форда над конвейером написано, заключите со мной договор на техническое обслуживание, автомобиль я вам отдам бесплатно. В структуре цены запчасти Джон Дира, Массея Фергюсона, Класса 1 к 15. То есть вы покупаете комбайн или трактор сразу, а потом, когда будете запчасти покупать, из этих запчастей 15 раз дороже трактор соберете. И самое страшное то, что у нас на самом деле на селе разрушена инженерная служба. Раньше в министерстве, пока сохранялись элементы отраслевого управления, обязательно был замминистра, который занимался технической политикой и инженерными службами. В каждом крае области обязательно был замгубернатора. И обязательно в министерстве сельского хозяйства были департаменты, которые занимались механизацией и работали со службой главных инженеров. Сегодня такая служба, как КЛАС, отсутствует. Только в сельхозмашиностроении было 18 прикладных научно-исследовательских институтов, которые занимались изучением тенденций, происходящих в мире по производству машин и оборудования. И разрабатывали новые образцы. Сегодня у нас нет ни одного. Все торговцы воздухом заняли НАТИ, ВИСХОМ и другие институты. А из 190 КБ и ГСКБ, которые тоже занимались разработкой, на сегодня осталось 18. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сегодня оставшиеся заводчане наши едут на выставку международную, подсматривают и с помощью своего КБ пытаются догнать. Так мы никогда не догоним. Поэтому требуется введение хотя бы комитета по сельхозмашиностроению, который должен восстановить управляемость. Почему? Вот смотрите, у нас было 7 тракторных заводов, которые на 90-й год производили 214 тысяч тракторов. Слушайтесь, сегодня у нас осталось полтора тракторных завода. И они выпустили за прошлый год отечественных всего 1850 штук. И 6500, это собрали из узлов, привезенные извне. Кроме этого, если вы посмотрите, у нас сегодня по науке энерговооруженность вела. Если вы хотите, чтобы зерно и другая продукция были убраны в агросроке, а вот Владимир Иванович лучше всех знает, что любой день после агросрока, это геометрическая прогрессия потерь. Реально, по данным экспертов, мы до 20 миллионов тонн зерна сегодня теряем из-за того, что у нас не хватает техники. И сегодня получается следующее. У нас сегодня энергообеспеченность всего полторы лошадиные силы на один гектар при научно обоснованном минимуме три. У нас Белоруссия имеет пять, Соединенные Штаты имеют в шесть раз больше, чем мы. Мы и Европа где-то в три раза больше, чем мы, понимаете? И в данной ситуации конкурентоспособность и производительность труда, естественно, мы отстаем. Ну и завершая, хотел бы сказать о следующем, что на самом деле, вот американцы и европейцы 70 лет применяют систему ускоренной амортизации. В чем ее суть? Ее суть заключается в том, что если вы покупаете новую технику, вы первые три года не платите ничего, амортизационное отчисление, а потом идет геометрическая прогрессия, увеличение налога. Это стимулирует менять технику, понимаете? Это и в машиностроении, и в сельском хозяйстве. У нас же сегодня, фактически вот здесь коллеги говорили, те, которые занимаются практикой, если у них 70% эта амортизация дает обновление, понимаете, и у них кредиты в 200 раз в Европе меньше, чем у нас, процентная ставка, да, то 15% они добирают кредитными ресурсами обновления. У нас же получается, из 4 триллионов, собранных по амортизации, всего два использованы целевым образом, остальные все проели. И у нас на самом деле сегодня идет, есть колоссальная проблема, старение основных фондов и без принятия вот этих серьезных мер по ускоренной амортизации, мы вряд ли сможем восстановить конкурентоспособность. Спасибо. Уважаемые участники нашей пресс-конференции, журналисты, политики, молодежные литеры, мы специально, осознанно, обстоятельно представили вам эту тему и нашу программу. Это связано прежде всего с тем, что без продовольственной безопасности у вас нет никакой безопасности. А сегодня каждый второй в стране, да не второй даже, 7 человек из 10 живет на 15 тысяч рублей менее в месяц. Эти деньги обесценились вдвое. Это означает, надо на 7-8 тысяч прожить в течение месяца. Если вы заплатили налоги коммуналку, то вам осталось что-то немножко на еду, а если вы должны таблетки покупать, то будете голодать. Не решив эту проблему, никакой безопасности у вас не будет. А учитывая, что она настолько сложна и многогранна, поэтому мы пригласили вот такой состав специалистов, которые сами всю жизнь работали на земле, возглавляли научные институты, крупнейшие хозяйства и возглавляют сегодня. Еще раз подчеркиваю, наши народные предприятия, даже в условиях кризиса, удвоили объем производства в последнее время. Ну правильно, Павел Николаевич говорит, если у вас в кармане нет ничего, вы будете покупать всякую фигню и травить себя и свою семью. Но чтобы решать эту проблему, надо минимум выделять из бюджетных средств. Это все идиоты в мире знают. Минимум 10-12% расходной части бюджета. Господин Худрин, который был 11 лет министром финансов, выделял около 1%. Сейчас меньше 1%. 215 миллиардов рублей в переводе на нынешний курс долларов – это 4-4,5 миллиарда долларов. Копейки. Говорят, мы что-то выделяем. Ничего не толком не выделяем. И если дальше так продолжится, уверяю вас, будет катастрофа, с которой нельзя справиться в 1-2 дня. Поэтому мы представили и программу, и мировой опыт, и советский опыт, и способы решений, и инструменты, которым можно решать, и научно-техническую базу. Это все обобщено, скаккумулировано нашей партией, фракцией, нашими научными советами и реализовано на практике. Поэтому настойчиво вас, во-первых, просим описать реальную картину. Никто тут не злобствует. Никто никого не ругает. Но это требует быстрого и грамотного решения. И одновременно приглашаем осветить, каким образом работают наши народные предприятия, и одно из лучших хозяйств объединили из Вениговской. Чтобы вы представили, что это такое, это 2,5 тысячи работающих. Это 20 тысяч гектаров дополнительных хозяйств взяли в Татарстане и сделали его лучше. Это почти 200 тысяч голов свиней, 17 тысяч голов крупного рогатого скота, 2 с лишним тысячи лошадей. Это средняя зарплата почти под 40 тысяч. Каждый работающий имеет право у себя в хозяйстве купить 9 килограммов мясных продуктов по советской цене. 1 рубль килограмм. Это полный цикл переработки. Мясокомбинат, комбикормный завод. Это огромный автомобильный парк и торговая сеть. Это люди, которые живут достойно и трудятся, несмотря ни на что, а вопреки всяких препонов. Мне пришлось туда водить 2 тысячи молодых людей, чтобы отбить это от бандитов хозяйства, которые готовы были разорвать, рассовать деньги по карманам и уничтожить этот оазис, у которого надо учиться. Ну, слава Богу, поняли и в Кремле, и в правительстве, что надо учиться. Я на встрече с президентом и своими лидерами, коллегами на прошлой неделе, пригласил их всех. Приглашаю вас посмотреть и поучиться. Вы увидите реальный способ решения этих задач. Вот рядом у Грудинина, вот сейчас завершили только уборку клубники, тысячу тонн собрали отборного продукта. Это тоже многоотрасливое хозяйство, которое имеет все необходимое. Сейчас завершает строительство лучшей в стране школы. Мы вас пригласим. Вы ахнете, увидев, что это за школа, которая впитала все лучшее из русской школы, из советской системы и мирового опыта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова